Алабай у нас заболел. Я не знаю, что с ним. Он не ест второй день. Он вялый, он не игривый. Я ему ортрогликан, может, стала давать из-за этого. Походи, походи, пойдем. Фу, 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 там, фу! Пойдем, и так не ешь, и другим не даешь. Пойдем, 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 пойдем. Ребят, я подозреваю, что могло произойти. Вот я шею сняла. Скорее всего, пероплазмоз. Очень симптомы, похоже. Не успела я его обработать, в общем. Похоже, он схватил. Ну, а как, сутки перестал как есть, поэтому, может, успеем. Дорогие зрители, наш канал помощи животным нуждается в финансовой поддержке. Поэтому мы стали брать рекламу. Прошу досматривать ее до конца. Сегодня мы хотим предложить вам просто идеальные по всем параметрам беспроводные наушники. Тюменский Илон Маск, Вадим Боков со своей командой Кейс Гуру создал уникальный продукт. Forbes, Комсомольская правда и Коммерсант признали CG-Pod с лучшими наушниками из всех недорогих. И самыми недорогими из лучших. Свежайшая новинка с топовыми характеристиками. Модель CG-Pods X. Апгрейд, проверенных годами CG-Pods 5.0. Теперь тут высококлассный микрофон с кристальным звуком. Абсолютно новая прошивка. Максимально стабильное соединение. И долгожданный разъем зарядки Type-C. Самое лучшее тоже сохранили. Влагозащиту. Крайне удачный спортивный форм-фактор. И алюминиевый неубиваемый кейс. Уникальностью обладает также и модель CG-Pods Lite. Магнитная антистресс-крышка успокоит любые нервы. Влагозащита тоже есть. Можно принимать душ, плавать и заниматься спортом в любую погоду. CG-Pods наушники на любой вкус. Черные или белые. Сенсорное или механическое управление. Везде микрофон. Зарядка через Type-C. И 20 часов работы без розетки. Высокое качество по вкусной цене. Всего 5490 рублей. Год гарантии. А если что, замена на новый, а не ремонт. Промокод FREDDY на дополнительную скидку 200 рублей. И ссылка на магазин производителя в описании. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Что такое, а? Что случилось, пирожочек мой? Ты устал там сидеть, да? А мне так же поехала наша новенькая, потому что она ничего не ест. Я обезвоженная. Ну и наш мальчик. Ну хоть интерес к чему-то проявляет, но вялый, вялый. Бедник. Я так перепугалась. Вообще ужас. Думаю, неужели мне с Алабайами не везет. Быстрее, быстрее нужно его там к врачу срочно. На его бровки. На его пирожочкины бровки. Ушки поднял. Только отрезали. Собаки такие мои красивые ушки. Отрезали. Теперь не видно, как я их поднимаю, да? Себе скажите, отрежьте что-нибудь. Да, отрежьте что-нибудь себе вообще. Меня только не трогайте. У нее шкурка вот. Если поднять. Она не хочет. Хотя она кушала вчера. Но вода особо не хочет. Кс-кс-кс-кс. Ну, что ты? Тут себя хорошо ведешь, да. Ну, как тут. Понятно. Мне кажется, с вами все нормально. Да. Ну, то есть и капать. Она сама по себе рыхлая. А. То есть я бы не сказала, что она обезвожена. Она рыхлая вообще. Ну, то есть она будет есть и все восстановится, да? Я думаю, что да. Но я сейчас БС сделаю. Ага. Можем взять общий нариск. Да нет. Это маяц. Ну, брюшная полость мягкая. То есть у нее слизистый розовый. Вот. Никаких язв, ничего такого нет. Она сама по себе нахлела. Ну, ням-ням. Ну, нахлая. Может быть, знаете, что, если она не так долго была на улице где-то, еще не успела там ничего есть, либо могла там что-то наесться. А. Вот. И вы ее разными кормами, едой кормили, да? Может быть, и гастрит развивается. Вот. Надо будет понаблюдать, будет ли там вывод или что-то еще. Хорошо. Не, видать, она просто не захотела на дров вести. Ну, что ты, ну, что ты, ну, что ты. Давай, давай. Пять огушечки. А все это вообще не видели? Нет. Они у нас во дворе. Там непонятно, где кто что сделал. Я вот спокойно в этом плане. Это сколько? Год. Выдушку. А, и швы надо будет снять. И кастрировали. И он, кстати, себе разлизывал. У него дня, дней через пять прям кровь там будет. Сорок. Вот это у тебя лапа, сыночек. А по анализам будет видно это приоблазморцы или... Лейстер. Там обычно перостоп, да, Коля? Или что-то другое сейчас. Фактика перостоп. А переливание? Делаю. Делаю тоже. Какой ты щедрый. Покажись. Мы как-то хаску подобрали. У него уже была стадия, но вот он уже умирал от капероплазмоза. Но пришлось переливание делать. Девять часов в клинике переливали кровь. После переливания встал и побежал. Многим после переливания кошек, котенка, что я привозила потом, которая самая популярная на канале, ей тоже перелили. Да, и у нее клещей было жесть, там тысячи на ней были. Вот. И тоже перелили кровь сразу, раз, и побежала. Ну и сразу им легчает. Первый будет подкожно, он не болючий. Второй внутримышечно будет неприятный, но с аокаином все. Это анальгин будет, он снижает температуру. А вот третий будет самый неприятный, самый важный. То есть это будет перостоп, но он болючий. Тут нужно будет его поддержать. Может быть, даже в два разных места сделаем. Это он, который болит? Нет, это анальгин. Он менее неприятен. Он пока. Даже сил нету на это обращать. Нет, если нет. Чем-нибудь обрабатываете? Нет. Я ему все-таки антиброт еще сделала. Я не знала, как воротник, он сразу сломал себе. Все, проснулся сразу. Швы пока не надо, да, снимать? Нет, пока не будем еще. Сколько дней прошло? Это больше недели. Может, тоже две недели. Все, помогли мне сейчас загрузить его. Спасибо огромное, ассистент. Помог загрузить. Наш, кстати, рентгенолог, где мы раньше рентген делали. Лапку убирай. Взяли кучу уколов. Здесь поела, значит. Ребята, все про все ушло. 6 885. Это и на Алабая, и на Кочек. На основном на Алабая. Вот, и сипарик у меня продали. То есть обработку ему на следующий раз. На 60 кг. Такой большой чек. То есть анализы крови брали. Шприцы. Завтра мы опять записаны, идем. Вот. Хорошая жесть. Он слабый-слабый. Антибиотики ему взяли. Это еще не все. Нужно поехать докупить. Сейчас мы дадим ему таблетки. Это антибиотики. Что, он слабенький? Надо было мне еще вчера дать. Только вспомнила. Ну что? Бедненький. Не, не пустит. Что там вообще? Как бедолаза. Как хорошо он доски сломал. Можно видеть. Да, пошли. Пошли. Пойдем себе окно сделал. Чтобы проветривалось. Аккуратно. Аккуратно. Пошел, пошел, пошел. Давай. Что, я в первый раз его загружаю? Давай. Ты не видишь адрес? Давай, может я залезу? Да, смотри, как бое. Что я такие мишки поднимал с чугунными ваннами. Его, Вася, не поднимал. О, караул. Караул. 60 килограмм. Он даже не сопротивлялся сегодня. Мы приехали. Что ты делаешь с тобой? Отлично. Молодец. Ну что? Взяла и попросила сейчас опять ассистента, чтобы он помог. А наш алабайчик сам запрыгнул. Как сиганул. 450 рублей. Как сиганул сам. Как у нас хаски запрыгивал, так же алабай. Просто как нефиг делать. Скажет, сейчас опять будут меня тягачки. Сейчас я лучше сам залезу. Молодец. Вообще, я в восторге. Посмотрите на это. Посмотрите, посмотрите. Он устал ездить в багажнике. Ку-ку. Нет, не хочу я ездить в багажнике. Задолбали. Вот этот диванчик по мне. Будет по мне. Вот тут как раз можно выпрыгнуть. Привет, парень. Ай, я не могу с него. Кайфарик. Эй, кайфарик. Передавай всем привет от меня. Передавай, Фредди. Скажи, вам от Добрыни Гайановича? Ну, проще сказать, от Фредди. Всем привет. Только не выпрыгни, я тебя прошу. Не надо выпрыгивать. Ой. 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 Что-то, что-то пошло не так. На ее реакцию. Она типа таким лицом ехала. Что за нафиг? В РАВ-4 ездит Алабай. Фредди, улякся уже. А хватит людей в инфаркт водить, пожалуйста. Здравствуйте. Права документики ваши? Права документики. Документики права. Вот мои права, отстань от меня. Смотрите на этого бедолага. Он сейчас скрутился, лежал. Мы уже почти приехали домой. Бедненький. Да ты ж моя бедолаженька. Ну, как же ты скрутился, а? Такой маленький, такой бедненький, а? Ну, такой паенька, ребят. Вы не представляете. Ну, такой паенька, безобидный. Просто чудо. Выходи. Давай, 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 давай. Выходи, мой друг, давай с тебя. Сниму поводок. Стоп, стоп. Сейчас снимем поводочек. Ага. И гуляй куда хочешь. Ой, ты молодец. Сам научился запрыгивать. Скажи. Ой, ты играться начал. Ура. Он умеет играться, значит, идет на поправку. Сегодня только на 450 рублей укол кололи нам за прием. Повторный уколчик. Ну, теперь игрульки давай. Давай, игрульки. Мы не против твоих игрулик. Тедди кричит. Меня, меня. Покажите меня. Я тоже хочу гулять. Пищенкакен хочу. Молодцы. Не написали даже. Скажи, а что в такой домик нам писюкать-то? Не гоже писюкать в такой домик. Что, Люси, соскучилась, да? Ой, типа зимой. Вы посмотрите на них. Прыгай, Линда, тоже. Прыгай, прыгай. Прыгай. Давай, давай, давай. А, у нее ножка одна плохо отталкивается. Она поэтому чуть боится. О, я думала, как вы запрыгнете. Они как сайгаки. Туда-сюда. Туда-сюда. У-ху. Пришел обед. На-на-на-на-на. Обед. Смотри, они все прыгают туда вот так, разом. О, он идет на поправку. Он тоже хочет обед. Будет сегодня что-то в виде обеда? Спасибо. Я пошел. И давай. Пошел, 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 пошел. Пошел, пошел, пошел. Молодец. На Алису смотри. Она тоже хочет. Смотри на Алису. Может, нету. Кто-то взял дополнительные... Баллы. Доли. О, она шею жрет. Не знаю, нет. Продолжение следует...